Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 26 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи, репортаж с пленарного заседания парламента, информация Минобороны НКР, в Арцахе против обмена преступников на мирных граждан, Ереван недоволен продажей стратегического оружия Азербайджану, объявления и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Короткой была повестка сегодняшней пленарки парламента НКР. Спикер Ашот Гулян в своем вступительном слове поздравил собравшихся с днями НКР и Армении, а также вкратце рассказал об умевших местах в каникулярный период событиях, с радостью сообщив, в том числе, о создании круга дружбы Арцах Австралия. Кстати, вчера спикер принял австралийских депутатов. Спикер поздравил также депутата Рудика Уснунца с днем рождения. Первые два вопроса представил министр юстиции Арарат Даниэлян. Министр предложил принять в первом чтении пакет законопроектов, касавшихся права граждан на петиции и внесения в связи с этим изменений и дополнений соответствующей законы. Арарат Даниэлян подробно рассказал о сути и формах петиций. С 2025 года петиции можно будет представлять и в электронном виде. Пленарка продолжилась с часом вопросов членам правительства и завершилась с заявлениями депутатов. Подразделения противовоздушной обороны армии обороны НКР 25 сентября на участке окны сбили осуществлявший разведывательный полет беспилотный летательный аппарат типа «Арбитр-2» вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР, выкладывая в соцсетях также снимки сбитого беспилотника. Члены постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам региональных и евразийской интеграции на совместном заседании Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками высказали озабоченность в связи с продажей Азербайджану страной членом ОДКБ истребительного наступательного оружия. Об этом на пресс-конференции сказал председатель комиссии Микайл Мелкумян. «Мы четко подняли вопрос о широкомасштабной поставке истребительного оружия стратегического наступательного назначения другой стране, не являющейся членом ОДКБ. Не было никакой негативной реакции на то, что на предстоящем заседании ОДКБ, которое состоится в Ереване, должен быть разработан формат для реализации определенных ограничений», — сказал Мелкумян. «Я встречался с армянским представителем Международного комитета Красного Креста МККК в Армении. Мне официально было передано предложение Азербайджана, но есть некоторые вопросы, связанные с обсуждением, которые я сейчас не могу разглашать. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Танаян, комментируя заявление азербайджанской стороны о том, что Баку готов обменять граждан Армении Карена Казаряна и Араика Казаряна на азербайджанцев, осужденных в НКР Дельгама Аскерва и Шабаза Гулиева. Министр отметил, что требуется дополнительная работа для уточнения определенной информации, а когда она появится, то армянская сторона выступит с соответствующей реакцией. Мы в принципе не против возвращения наших граждан в свои дома и будем содействовать этому процессу. Это чисто гуманитарная операция, сказал он, отметив, что не стоит ставить знак равенства в статусе граждан Армении и граждан Азербайджана, которые в настоящее время находятся в Нагорном Карабахе. На вопрос, не исключен ли вариант обмена, Давид Танаян сказал, я не исключаю, но это суверенное решение Нагорного Карабаха. Добавим, что начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян однозначно высказался против так называемого обмена диверсантов и убийц на случайно оказавшихся на территории Азербайджана граждан Армении. Представители Международного комитета Красного Креста в очередной раз посетили заключенных в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом лиц. Об этом сообщила СМИ представитель пресс-службы миссии Международного комитета Красного Креста в НКР Этери Мусайлян, отметив, что Красный Крест посещает их, чтобы провести мониторинг условий содержания под стражей, обращения с ними, а также для того, чтобы предоставить им возможность поддерживать связь с родными. Следующая информация реальная, но более подошла бы к жанру анекдота. Азербайджанские СМИ сообщают, что еще один клуб получил лицензию на участие в чемпионате Азербайджана по футболу. Это клуб с азербайджанской версией названия столицы Армении Иреван. Иреван представляет историческую столицу западного Азербайджана, пишет сайт Енисабахаз. Напомним, ранее Русарвинфо сообщала, что в Азербайджане начали производить коньяк и вино с названиями армянских городов. Президент США Дональд Трамп во время оживленного обмена мнениями с пакистанскими журналистами заявил, что ему будет присуждена Нобелевская премия мира, если они будут выдавать ее справедливо. Президент наслаждался вопросами от представителей пакистанской прессы, которые хвалили его и рассказывали о конфликте в Кашмире. Один из репортеров сказал, что Трамп определенно заслужит Нобелевскую премию мира, если будет способен опосредованно решить вопрос напряженности в спорном районе Кашмир. Два объявления Министерства здравоохранения НКР. С 20 сентября по 1 октября в Арцахе будет находиться известный французский окулист Патрик Дюкан, который вместе с местными специалистами на бесплатной основе проведет офтальмологические консультации и вмешательства в Шушинском и Аскеранском районных медобъединениях. В Аскеране консультации будут иметь место по понедельникам и вторникам, а в Шуши по средам, четвергам и пятницам. Для записи на прием следует звонить по телефону 22 40 97 в рабочие дни до 16 00. И еще одно объявление Минздрава. С 29 сентября по 3 октября специалисты медицинского центра Adventist Health Glendale США совместно с местными специалистами в рамках гуманитарной программы проведут Ортопедические операции, протезирование коленного сустава и артероскопию суставов, оперативное вмешательство по лечению примохи толстой кишки и общей хирургии, стентирование сердечных сосудов и установку сердечного ритмометра, ангиографическое устранение патологий сосудов мозга. Просьба к лицам, нуждающимся в вышеуказанных меддействиях, в срок до 25 сентября обратиться к соответствующему специалисту Республиканского медицинского центра для прохождения предварительного обследования и в случае необходимости подготовки к операции. В рамках той же программы прием и консультации будут организованы в ДМО «Аревик» Республиканской детской больницы телефон 94 55 01. Дополнительные сведения по горячей линии Министерства здравоохранения НКР 30 03. Объявление мэрии Степанакерта в связи с Днём города 28 сентября в столице пройдут различные праздничные мероприятия. В 11 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику Степану Шаумяну. В сквере Шаумяна состоится выставка продажи работ членов Союза художников Арцаха, а также пленэр изобразительного искусства. Одновременно в сквере будут проходить различные спортивные мероприятия. Кроме того, в различных частях столицы пройдут концерты. В полдень концерты начнутся перед зданием Центра детско-юношеского творчества, у музыкальной школы, у дома номер 67 по улице Лусавурича. В 13.30 концерт начнется у памятника маршалу Баграмяну, а в 15 часов перед торговым центром Эмбада. И еще одно объявление. 27 сентября с 10 до 12 часов будет приостановлено электроснабжение ниже следующих населенных пунктов республики города Мартакерта, а также сел Агабекаланч, Неркиноратах, Цахкашен, Вартадзор, Кусапат, Джанкатах, Нуркармирован, Нурмарага, Нурайгистан, Хайкаджур, Мецшен, Мохратах, Матагис, Варанкатах, Талиш, Тонашен, Магавуз, Мингрельск. А с 10 до 17 часов электроэнергия не будет подаваться в следующие населенные пункты Мартакерского района Вери, Нуратак, Арутюнагомер, Вагуаз, Хынкаван, Гетаван, Чапар, Зардахач, Драмбон, Кочогот, Пугусагомер, Газарахох, Челдран, Мехманнам. Завершает наш выпуск информация о погоде в пятницу 27 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 9.15, днем 20, 30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы и слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова